Крутить, крутить, ореть, стойчка, ореть, стойка, стоять, 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 браво! Герда и Претти послушно идут на поклон, делают пируэты и усаживаются посреди арены. Под началом Нины Корниловой сосредоточена и внимательно даже взбалмошная Марго. Секретов из столь теплых взаимоотношений Нина Андреевна не делает. Упорство, искренность и систематичность – вот главная составляющая уже достигнутого успеха. Это мои слоны, я их воспитала, я их выдрессировала, я передала внуку. Сначала дочка работала, потом внук. Понимаете? И эти слоны, конечно, дорогого стоят. Почему? Потому что они делают изумительные трюки. Никто в мире не делает таких трюков. В мире. Понимаете? А почему? Потому что дрессура заключается в том, чтобы дрессировщик, прежде всего, любовь к животному и терпение. Артистка, ставшая частью истории советского и российского цирка, о манеже не мечтала. Она родилась и встретила Великую Отечественную войну в Брянске. Вместе с родителями перебралась в Пензу. Поступила в балетную студию театра Опереты. А потом попала в поле зрения циркового режиссера. С 16-летнего возраста Нина Андреевна и слоны – единое целое. Сейчас я работаю педагог-тренер. Я помогаю, я слежу за слонами. Я вовремя, чтобы их накормили, напоили, сделали педикюр, помыли. Это моя забота. И во время репетиции я как-то подсказываю внуку азы. Это основа дрессуры, азы. Они в нас, нам передали наше старшее поколение, мы передаем младшему поколению. Лучшие элементы классической дрессуры вкупе с современными находками жители и гости нашего города могут лицезреть в Брянском цирке. Карнавал слонов в самом разгаре. Светлана Дробкова, Максим Кузнецов. События. Брянск.